Продолжаем выпуск. На очередном заседании правительства обсудили ряд изменений в законах Ульяновской области. Наиболее важные касаются регионального бюджета на 2020 и плановые 2021-2022 годы. Связано это прежде всего с намерением правительства региона выпустить облигации. А это в свою очередь делается для оздоровления долговой нагрузки или ее оптимизации уменьшением. Надо отметить, что за последние четыре года она снизилась с 62 до 53 процентов. Снизилась не только долговая нагрузка, но у нас изменилась и структура государственного долга. То есть у нас коммерческие кредиты тоже претерпели большое снижение до 74 процентов до 43 процентов. У нас уже есть опыт облигационного займа. Мы выпускали на 5 лет, на 5 миллиардов. И нужно отметить, что это дало большой эффект и на обслуживание государственного долга. То есть мы за счет этого облигационного займа смогли снизить обслуживание государственного долга порядка 136 миллионов рублей. Новый облигационный займ рассчитан на 7 миллионов рублей на 7 лет. Здесь же обсудили поправки в региональный закон в связи с поправками в федеральном об ответственном обращении с животными. Он увеличивает полномочия муниципальных образований. Процедура содержания сегодня приобретает кардинально новые требования и новые исполнения. То есть вводится система отлов, стерилизация, вакцинация и выпуска в окружающую среду. В Ульяновской области планируют расширить категорию получателей губернаторской ипотеки. Это станет возможным за счет работников предприятий, трудящихся в сфере производства авиационной техники. Однако возможность такую получат сотрудники с дефицитными профессиями. Такие как сборщик-клепальщик, слесарь по изготовлению доводки деталей лентального аппарата, оператор станков с программным управлением. Им будет предоставляться единовременная социальная выплата в размере 150 тысяч рублей.